Тим Эмпайр против Пауэрэнджерс Тим Эмпайр против Пауэрэнджерс Тим Эмпайр против Пауэрэнджерс Координированно в драках, дрались, подходили по цепочке, в то время как Power Rangers... Такое ощущение, что они играли в полном составе, а не наоборот. В общем, это... Вот, отписался в ВК по поводу массового горения. Очень много недовольных тем, что... Ну, вообще, как бы, уже разотрагивал эту тему. И опять же, я думаю, что если я это скажу сейчас, меня мало кто услышит. Потому что основная масса, как бы... В общем, по поводу того, что заголовок новости ВП, там, релакс плюс хвост убивают ВП, что, мол, как же так? Там же и остальные играют. Ну, нельзя, если ты журналист, просто вот в заголовке не упомянуть хвоста. Ну, во-первых, это основной смысл, как ни крути. Ведь смотрят, наверняка все смотрят, даже те, кто на моем стриме, все включили параллельный стрим хвоста. Большинство зрителей там, вообще большинство, то есть даже больше, чем на оффстриме. Это же главное для зрителя. В новости это должно быть указано. Нельзя это просто проигнорировать. Но, к сожалению, очень-очень много у нас непонимающих этого. Ну, я надеюсь, что на моем стриме таких нет. Тим Эмпайра против Пауэр Рейнджерс берут себе Тинни плюс Висп, будут с помощью этой комбинации героев. Не знаю, насколько хорошо точно обыграли их недавно Фнатик. Так. Смотрим в чатике, что у нас тут происходит. Блава нигде не играет сейчас. Энигма от Рейнджеров. Энигма, лайфстиллер, Рубик, Инвокер и остается герой на хардлайн. Очевидно, что лайфстиллер будет фармить на легкой линии. Но на самом деле лайфстиллер смотрится здесь. Вполне неплохо. Посмотрим, как отыграет на нем хвост. Давненько не было видно. Последним пиком Пауэр Рейнджера заберут героя на хард. Но я не вижу, чтобы могли они как-то грамотно помешать лайфстиллеру на легкой линии. То есть максимум, что будет, нигс будет стоять на сложной и будет получать там опыт. Чего, конечно, быть не должно. Потому что могут его лайфстиллеры Рубик принять. Даже на первом левеле. Не совсем понимаю. Так, пак последний бан и последний банк Локверк от Империи. Не совсем понимаю, как нигс может там действительно помешать, даже если он будет получать экспу и фарм. То есть он просто будет фармить. Лайфстиллер все равно будет добивать своих крипов. У лайфстиллера больше атака. Лайфстиллеру приятнее стоять на лайне. Плюс ему еще будут суппортить. Нигсу придется прятаться. В любом случае, лайфстиллер здесь должен быть очень сильным. Ну и посмотрим на хардлайнера. Правда, нечего к лайфстиллеру, к сожалению, взять у Power Rangers. У них уже мид инвокер пошел. Не будет шторма, не будет пака. Ну, пака можно было бы поставить, кстати, на хард, но они его сами забанили. Что интересно. И посмотрим, на ком будет играть Resolution в миде. Может быть, опять ему Деваврера взять. Да, кстати, неплохо здесь зайдет Деваврер, на мой взгляд. Против инвокера. Да, действительно, одни подгорельцы. Морфа апнули, серьезно. Я прямо сейчас даже оторвусь читать патчт нот. Нет, не оторвусь. Не могу его найти, потому что искать слишком долго. Ну, просто Морфа это вообще один из моих любимых героев, но я его перестал играть из-за того, что... Шторм от Resolution. Из-за того, что его очень сильно пофиксили. Морфа апнули, все, я заезжаю с Морфом в доту. Прямо после игры идут катать паблик. Ну, на самом деле, конечно, нет. После игры мне надо залить водой. Еще есть пару дел, которые нужно сделать. Но я, безусловно, этому рад факту. Elder Titan на ласт пик, на хардлайн. Хороший выбор. На сайте ВП нет стрима хвоста. Серьезно. Лол. Ну, сейчас я попрошу, добавят. You can now cast and attack while in wave form. Опять, как в старые добрые. Замечательно. Да, возможно, Морфа тогда мы опять будем видеть. Станет он опять более мобильным. В ВП уже есть новость, но, сори. Итак, вторая игра. Нужно побеждать сейчас Power Rangers для того, чтобы выходить дальше. Не знаю. Ну, на самом деле, они все-таки являются скорее аутсайдерами в этом поединке. Ну, сейчас, во всяком случае, до начала матча. Но, как и ВП, им крайне тяжело приходится. Во второй игре пик просто огонь у них. Если у них все хорошо получится, у них будет сильная энигма. У них будет нормально все у Титана. Титан против Тинни Веспа стоит просто замечательно. Потому что, ну, во-первых, хардлайн достаточно такая линия. Сейчас стала приемлемая. Во-вторых, в начале его нечем загангать. Веник, да, опасен. Но аккуратненько сыграть в начале. И, в принципе, Титана будет чувствовать себя уже очень хорошо. Лайфстилер будет иметь много. Инвокер будет иметь... Ну, должен иметь достаточно много на миде. Шторм для него не является такой большой проблемой. В итоге только Рубик будет не такой сильный, как хотелось бы. Потому что будет на отводах. Но и то он будет на отводах. То есть, совсем голого саппорта не будет. Что касается Империи. У них Веник, у них Висп. Два саппорта, которые не могут долгое время качаться в лесу. Веник потом может, когда Змейки прокачает. Но все равно достаточно неудобно это делать. Ванскор просто как добавка к Тине. Ну и на Хардлайне у них Никс, которому тоже, в принципе, Пауэррэнджер смогут вообще ничего не дать сделать. Так как пик у них такой. Сейчас Хвост просто сразу вкачает. Опен Ваунс. Я практически уверен в этом. И все. В Хард Импер не пойдут. Виспом, Веником и Тине нельзя идти в Хард. Это очень слабая трепла. У них по ноль брони. И они будут делить ХПУ на троих. Очень тяжело будет. Да, действительно есть обновление. Но давайте быстренько глянем, пока у нас пауза на обновление. Так, Террор Блэйда вообще не буду читать. Все. Не будем мы читать обновление. Нет, на ГГ я стрим не убирал. Он, по идее, еще должен идти на ГГ. Ну что, давайте посмотрим. Шестой игрок Эмпайр. Такая вот пандочка. Империя идет вниз. Неужели они собираются? Ну, скорее всего, они собираются просто Энигме забанить лес. Но нельзя идти в треплу на Хард. Просто если пойдут в треплу на Хард, будет очень сильный Элдер Титан. При этом Лайфстиль с Рубиком затерпят, а Энигма все равно будет качаться в лесу. В итоге у Эмпайр будет два очень слабых саппорта. И не такой уж сильный кэрри. А у Пауэррэнджерс будет такой тоже, ну, не сильный кэрри, может быть, даже слабее, потому что он не будет фармить. И то, что-то он фармить, да будет на этой линии. Тут нету, потому что станов никаких и не так много рейнджей. Ну, скорее всего, просто, да, идут против Энигма. Сейчас, может, поставят что-то. Ставят вот такой вот вард, который блочит этот спаун, скорее всего. Сразу просто. Плюс пятьдесят. ГЖ Флай. Да, плюс пятьдесят золота. Интересно только, не банят ли этот вард спаун. Ну, вообще может, кстати. Ну, посмотрим. ФНГ очень неплохо сыграл в прошлой игре. Надеюсь, в этой игре у него тоже будет все отлично. Поставил, тем более, посмотрите, как Элдер Титан поставил себе вардец. У него сапог. И теперь он вообще будет очень сильный. Ну, в плане того, что он будет знать, когда его выходит гангать, когда нет. Лайфстилеров все будет замечательно. Смотрим, что вкачал хвост. Пока ничего не вкачал. Должен вкачать ванды. И должны погнобить немного. Никс Ассасин. Хвост блочит до конца. Очень неплохо отблочил линию. Там маг пропустил одного крипа. Но это рейндж. Ну, кстати говоря, хвост мог бы вперед выйти. И этого рейнджа. Так, выходит сюда Рубик. Нет, не стали прессовать Никса. Но Никс на самом деле не видит. Интересный вард какой поставил Рубик. Да, вот хвост уже его погнал потихоньку. Все, и пошел Рубик отводить. Фист вкачал хвост. Да, значит точно никаких гангов не будет. Но уже пошел отвод. Да, решили все-таки оставить здесь Никса. Но в принципе идет отвод. И все равно Никс не должен здесь многого получать. Правда, по-хорошему Никс Ассасин уходит в лес и получает там экспы. Но опять достаточно многое удается магу. И будет у него левел. Да, получает второй. Вот такие дела. Тем временем отводит Висп. Веномансер не дает Элдор Титану развернуться на лайнде. И Элдор Титан находит Реген. Он его видит и забирает. Потому что Инвокер на руну все равно не пойдет. У Инвокера пока что на миде проблемы. Резолюшина очень сильно. Обденайл. Рубик тем временем еще и на третий спаун отводит крипов. Как-то очень жестко здесь раскрепился Рубик. Буквально, что вообще за жесть происходит. Он закрепил три спауна. Да, так и есть. Он закрепил три спауна. Сейчас еще за Кентавра надо забрать ему золото. Ну... Да, забирает. Остается очень битый рейндж. Еще и Хасту подконтролит ФНГ. Ну Никса здесь уже очень непросто забрать. У него есть Карапасы. 12 крипов у Энигмы. 11 Лайвстиллер. Тинни фармит успешно. Инвокер догоняет потихоньку Шторма. 5 крипов у Рубика. Ну и Элдер Титан пока что всего лишь 2 крипа. Да, и по левелу тоже не все так хорошо. Начинает развлекать Флая. Так, напали все-таки на Марк. Мага. Замедлили его. Карапасы. Попытка сделать ТП, а маг уходит на ТП. Ну, разводят мага на ТПшку. Молодцы, пауэррейнджер здесь. Все-таки они... А, причем он сделал еще ТП аккуратненько. Не на базу, потому что его не так сильно пробили. А сюда же на вышку. Очень хорошо играет маг. Очень хорошо. Да, не забанил здесь спаун Рубик. Отстанивается Никс, ни в кого не попадает. Пытаются его прогнать, но из подвышки-то его никак не прогнать здесь. Да, хвост начинает максить ванды потихоньку. Ну, подвышкой, конечно, нельзя атаковать. У Никса нет, правда, маны совершенно. Он ничем не угрожает. Почти четвертый получает Алдр Титан. У Никса также почти четвертый. Хардлайнеры чувствуют себя очень здорово в этой игре. Но, если Флай ворует экспу у Тинника и сам вообще ничего не фармит, и фармит здесь только ванскор на отводах, третий левел он всего-навсего, как и Рубик, то посмотрите на Энигму. У нее практически топовый крипстат. Имеется Солринг, уже четвертый левел. Выходит, она здесь по... Что, подраться хочет? Или подпушить они хотят влайн? Да, очень похоже на то, что хотят подпушить. Заходит Рубик уже со спины. С ДД. Начинает набивать лицо. Мак не включает. Карапас идет сюда резолюшн, и Рубик приплыл. Все, до свидания, Рубик, Ферст Блад. Немножко неправильно сыграл здесь Рубик. Рановато начал оттягиваться за вышку. Там даже не успел подпушить Хвост. Да и Хвост, судя по всему, и не собирался пушить. Ну, с фармом у него, конечно, все в порядке, как и у Сайлента. Тем временем, саппорты решают гангануть инвокера в миде. И, может, у них неплохо это получиться. У Шторма почти шестой левел. У инвокера уже шестой. Холд снэп. И все, и выход пошел от Веномансера с виспом. Нужно цеплять инвокера. Неужели не зацепит? Не зацепит, Флай промазал. Да, что-то у Флая вообще все плохо. Элдер Титана тем временем оставили свободно фармить. Как, в общем-то, и... Точнее, получать экспу, как, в общем-то, и мага. Магу, безусловно, важнее получить шестой пораньше, чем Элдер Титану. Элдер Титан толком... Ну, шестой не так много ему дает. Вот он фармит себе Сол Ринг. Тини. Ну, можно выбрасывать назад, но подбрасывает на месте. Из-за этого... Ну, почему не назад-то Сайлент? ФНГ делает что-то невообразимое. Еще и Висп здесь. Тос. И... Ой-ой-ой, как больно чеширскому коту. Что-то странное сделал ФНГ, но изначально Сайлент мог выкидывать обратно под вышку Элдер Титана, и могли бы его забирать. Но не получилось этого сделать. Элдер Титан практически готов в Сол Ринг. Приносит все в Сол Ринг. Правда, нету ХП вообще. Активировать Сол Ринг крайне неудобно. Хвост еще 400. Походу, дело в Мидас пошел хвост. Да, это Рецепт. Шторм забрал Реген. Ковыряет Форжа. Опять Резолюшн со своей раскачкой и со Станом на единичку. С Вортексом, точнее. Ну вот нравится так играть Резолюшну. На хвосту уже летит Свиток на Мидас. Уже летит ему, подлетает к нему Свиток. Мидасовский Свиток. 41 крип с Сайлентом. Идут нога в ногу буквально. Но Сайлент пошел совсем в другой билд. Элдер Титан чекает здесь иллюзии. Все видят. 7 минут, 2-0 счет в пользу Империи. Пока что в этой игре у них... Ну, все достаточно пассивно происходит. Просто вот посмотрите на крипстаты. По 30 у Инвокера, у Шторма. По 40 крипов у Сайлента со хвостом. Но дальше идет Энигма. У которой 37 крипов. И ни один из героев не имеет. Столько много крипов. Попытка помочь сейчас магу. Потягивается сюда Шторм. Еще и хвоста могут пытаться забрать. Но Резолюшн идет куда-то совсем в другую сторону. Хвост садится в крипа. У Резолюшна есть реген. Использует он регенчик. И возвращается на мид. Ну, в общем-то, спасли жизнь магу. Маг отступает. У мага есть шестой. Маг может идти куда-то гангать. Так, а здесь Шторм. Шторм, который ищет Рубика. Рубик будет делать отвод сюда по всему. Или дабл спаун. Седьмая Энигма. С сапогом уже. И Тинни забирает Элдер Титана. Но Элдер Титан смог все-таки забрать Веспа. Шторм выходит. Не видит его здесь. Но Шторм здесь очень тяжело будет ему разбираться с Рубиком. Да, не дает себя схватить. Шторм. Не удается притянуть. Дает тычку. Очень больно здесь в ФНГшке. И умирает ФНГ. Но сейчас Штормут отсюда как уйти. Блэкхолл. Блэкхолл. Нету мана на Блэкхолл. Санстрайк. Резолюшн уворачивается от Санстрайка. Но добивает его в итоге Энигма. И в итоге получилось что? Рубик умер в размен на Шторма. Кому это спрашивается выгоднее? И конечно же Пауэр Рейнджерс. Потому что Шторм-то соло мид. У Энигмы там... Хотел сказать Форстаф. Нет, у Энвокера Форстаф. Карапасица Мак. Хвосту никто по-прежнему не мешает. Но и Висп там должен потихоньку подходить к шестому левелу. Да, он почти пятый. Дабл дэмэдж Элдер Титана. Нужно раскачивать потихоньку, начинать стан. Ну, решает играть без стана. Здесь Элдер Титан. Маг. Ставится Сантря. Магу не дают загангать. Да, и у ФНГ какой-то самый маленький вообще левел на карте, по-моему. Третий левел. Вообще негде ему здесь левел получить. Нужно идти отводить. Ну, в лесу уже фармится во всю хвост. Он фармит теперь и линию, и лес. Топовый Крепстат, топовый Нетвор сейчас будет за счет Медаса. Смоук от Шторма. Пытается Резолюшн кого-то найти, поймать. Убить. Уже второй Вортекс, четвертый Оверлоуд. Очень много урона с руки будет. Титан тем временем получает ульт. И Форстафф Инвокер. Так, набегает, набегает, набегает Тинни. Но Элдер Титан очень осторожен. И опять Висп получает пару орехов. Санстрайк! Не попадает Санстрайком. Инвокер, наверное, бы убил... Нет, 287 урона. Даже если бы попал, не убил Виспан, заставил бы его куда-то отступать к базе. Крайне мало экшена в игре. 6 фрагов за 10 минут. Но я думаю, что все еще будет. Энигма фармит БКБ прямо сразу. Так, Элдер Титану нужно отходить. Но он не отходит. И сейчас только ТП его может спасти. Нет, маг промедлил. Маг промедлил, не стал выходить, потому что нету крипов. Все-таки выходит. Да, но тут такой момент. Крипов там запулил ванскор. Какая-то опять раскоординация. Здесь и Шторм рядышком. Но Титана-то должны забирать. Да, все. Видят. Титан в опасности. Дает ульту. Умирает Титан. Энигма телепортируется. Но слишком поздно. Резолюшн тут еще попал на ульту. Не страшно, у него реген. Использует реген, уходит. Смогли загангать Титана вчетвером. Потратили, правда, очень много времени. И сил, в то время как никто не мешает фармить инвокеру. Лайфстилеру санстрайк. И инвокер забирает веномансера санстрайком. Хвост пытается отступить. Резолюшн не стал нападать на хвоста. Нападает на ФНГ. Убивает его. Висп с Тинни летят. Попытка убить хвоста, но хвост вовремя садится в крипа. Ну и что, успеет ли откатить рейдж у хвоста? Вот главный вопрос. Первый крип, как ему не повезло. Рейдж ТП. Нет, ТП нельзя делать. Тосом собьет Тинни. Да. И добивают Лайфстилера. Грамотно сыграл Сайлант. Тем временем под пуш МИДа. Маг нужно динаить вышку. Не успевает задинаить. Получает карапас. Ой-ой-ой. Тизер к магу. Маг в Вендетте. Маг гонится. Они видят тизер. Или стоп, или тизер. Не видно. Если инвизный юнит, тем временем ванскора проблемы. Сгрызает фаржей здесь. Маг дает в них Вендетту. Ну что, давайте посмотрим на Нетворс. У хвоста топовый Нетворс, несмотря на одну смерть. Тинни отстает от него совсем немного. Инвокер на третьем месте. На четвертом Шторм. И вот дальше идет на пятом месте Энигма, которая очень сильно опережает. Если мы сейчас откроем графики, мы увидим, что все преимущество Power Rangers практически в этой Энигме. И по XP, и по золоту она очень много приносит. Посмотрите, у нее девятый левел практически. Огр Клаб, Сол Ринг, Сапог. 60 крипов забрано. И скоро будет БКБ такими темпами, которые здесь очень проблематично сбивать. Только Тинни своим Тосом может сбить БКБ. Но для этого ему нужно как-то очень круто выбрать позицию. Короче, большие проблемы могут быть с этой Энигмой. Лайфстиллер уходит в лес. В чужой причем, почему-то. На топ отправляется. Тем временем на боте вообще есть фарм. Абсолютно спокойно. Можно пофармить, но Лайфстиллер... Все видит Лайфстиллер. Пытался подъесть крипа. Подъезд обычного крипа с Лайна. Здесь уже Элдор Титан рядышком с 7-го левела. Ну и вряд ли на Хвоста будут нападать. Ага, сами тем временем имперцы снизу. Но они могут перетянуться наверх. За счет Тинника и Веспа очень быстро. Да, выходит в подпуш. Пауэр Рейнджерс. Ставит Сентри сразу против них с Ассасином. Я думаю, что будет здесь драка. Хотя очень много суммонов. Крайне неприятно. Да, и форжи, и долончики. Но занял позицию уже Шторм. Ждем ТП от Тинника. Фортификейшна нету. Стан мажет... Маг с Таном. Влетает и под Блэк Холл влетают. Как жестко. Какой Блэк Холл от J4. Падают сразу Шторм Спирит. И Тинни, падает Висп. И падает Маку. Это просто жесть. Уходит только Веномансер. Какой Блэк Холл царский. А J4 как неграмотно влетели. И там даже не подкарапасить уже было. Ничего абсолютно. Просто все разлетелись от Элдор Титана. Ой-ой-ой. 7-7 становится счет. Да, но хвост на самом деле в этой драке не сделал вообще ничего. Все-таки если уж мы затронули тему, насколько он полезен. Он просто... Я бы на его месте даже здесь... Расконтролил. Ой-ой-ой. Веник проблемы. И умирает еще Веник. Это фактически Тим Вайп. Его просто добивает Элдор Титан своей иллюзией. Теряют две вышки, теряют пять героев. Не забирают при этом ничего. Я не к тому, чтобы хвост плохо сыграл. Я к тому, что... Ой, Тиня сейчас умрет. Удар. Санстрайк. Ой, попадает Санстрайк. Сайланд развернулся. Зачем-то минус шесть к ряду. Жесть. Лайфстиллер. Уже имеет армлет на пятнадцатой минуте. В общем, шикарный был Блэхол. Шикарный раскастовался Титан. Все сделали грамотно. Империя просто плывет. Причем тоже, ну, как бы очень все плохо сделали. Мекку уже у Титана есть. Десять тысяч перефарма. Это сейчас будет 2-0. Я сегодня чувствую, что будет полыхать. Ну, опять же, рейнджеры превосходно играют. Тут все... Все по делу, в общем-то. Все грамотно делают. В целом. У Энигмы уже есть БКБ. Все, ей Блэхол просто не сбить. У нее одиннадцатый левел. В смоках Никс. В смоках Шторм. Попытаются хоть кого-то сейчас убить. Но могут, кстати, напасть на инвокер. Очень неплохо могут напасть на инвокер. Шторм врывается. Ну, за эксц. Да, забирают за эксц. Тем временем, проблемы могут быть у Тини. Висп. Нужно забирать Виспа. Забирают Виспа. Первым Тини также остается здесь. Один на один. Нужно пытаться ему забрать Рубик. Он пытается сделать ТП. Рубик ворует Тос и убивает Тини-ка Тосом. И это минус Висп с Тини. Да. Как великолепно играет сейчас ФНГ. Просто своровал Вендетту. Ушел. Загангал. Своровал еще раз Вендетту. Опять ушел. Опять загангал. И в итоге 3 фрага уже принес. И хвост просто растет на глазах. Он жирнеет. Он уже скоро будет не помещаться. Внутрь Рубика. Потому что у него сверх армлет. Уже 2000. Сейчас пойдет какой-то башер. Урон просто катастрофический. 10 тысяч Нетворс. 10 тысяч Нетворс. У Тини 6. Да я согласен. Я же не спорю, что хвост топовый игрок мира. Что он уходит на замену. И играет он неплохо. Я вообще не к этому говорил. У меня в чате таких комментариев не было. Я больше к тому, что вы откройте там ВКонтакте группу ВП. И откройте ВП новость. Там под гаранги массовые. Что написали, что мол хвост потащил игры. Я только к этому. Ни к чему более. Все прекрасно. Все понимают, что да он отличный там игрок. Играет он неплохо. Исполняет свою роль. Но в принципе от кэри это и требуется. Просто четко фармишь, фармишь, фармишь. Фармишь, чтобы у тебя был хороший Нетворс. Чтобы ты был очень сильный вообще на любой стадии игры фактически. Там кроме самого-самого начала. Ну как бы все... С такой игрой опять же Империя могли Пауэрэнджером проиграть и без хвоста. Вполне. Тини наполовину уже с агонимом. Ну просто пик получше у рейнджеров был именно в реализации. В начале игры они получили фарм. Опять же ни одного нормального ганга от Тини практически не было. Вот Шторм сейчас берет себе в АКБ. Тини просто занимался тем, что фармил. Но при этом, когда были ганги... Ну их мало было вообще. То есть нужно более активно действовать здесь. Как вот те же ДК, как Фнатики. У них там получается прям буквально шестой левел. Тут же пошел куда-то ганг. Их больше на карте. Здесь не получается больше на карте Имперцев. Прилетая Тини, либо в Блэк Холл, либо... Все равно в меньшинстве оказывается Империя. Либо там на одного хвоста летят. И хвост очень долго сидит в крипе. Потом еще вылезает. Потом его долго убивают. На это тратится очень много времени. В этот момент все остальные герои фармят. Вот уже башара хвоста. Сейчас просто... Подстрял бы Шторм. Было бы очень интересно, если бы его застанил. Элдер Титан. Там лайфстилер с ДД. Лайфстилер бы просто сгрыз. Там подбашил разок. Пресекать замены хвостом. Я не понял вообще в чем речь. Ну на самом деле я не вижу ничего вообще ненормального в том, что хвост играет. Играть можно по регламенту турнира. Ну я не думаю, что у этого турнира был регламент. Но в принципе по обычному регламентам турниров можно. Любой игрок, который не является официальным членом состава одной из команд, участвующих на турнире, может играть на замене. Нави на турнире не играют. Хвост играет в Нави. Хвост может играть. Дэнди может играть на замене. Вполне. Тем более у релаксов сейчас проблема с составом. У них КСИ забил из-за того, что в Украине беспорядки. Как бы весьма уважительная причина. Амун болеет. Тоже на мой взгляд, ну как бы, можно понять. Если там действительно... Ну с температурой играть в любом случае не круто. Это и не полезно проводить время за компом. Полезно лежать. Постельный режим. Много чая. Все. Что, какие претензии могут быть? Да никаких. Все равно и Империя, и Virtus.pro, они хотят, ну может быть не сейчас, но в перспективе, обыгрывать Нави. Или хотя бы с ними там бороться на равных. Если вы не можете одного, ну, команду с заменой переиграть, пусть даже это хвост. Как вы переиграете Нави? Блэк Холл от Энигма, шикарнейший просто. Блэк Холл и ничего не сделать. Ульт от Элдер Титана. Висп тут же умирает. Резолюшн включил БКБ. Нет, Висп живет. Но его добивает Элдер Титан. Инвокер каким-то образом вообще оказался на хайграунде. Резолюшн уходит. Тинни убегает. Это 2 в 1. Смогли убить лишь только Рубика. Ну и Рошан забирают игроки команды Power Rangers. Здесь им ничего не мешает это сделать. Рошан еще получает башек. Резолюшн не будет вырываться. Это слишком рискованно. Ну и Энигма с БКБ конечно против... В данной игре против Виспа заходит очень неплохо. Вставляют одного хвоста. Но он забирает Эггис. И в принципе прикрывали его инвокер и Элдер Титан. И сейчас мы понимаем, что у Power Rangers все настолько круто. Потому что Элдер Титан в лейте. А здесь уже игра переходит потихонечку в лейт. Он уже 11 левел. Он сейчас будет раскачивать стан. Это один из самых сильных таких вот героев поддержки в драке. То есть сам по себе он не так много урона может быть и наносит. Но вот его это иллюзия. Плюс его рассказ все-таки наносит много урона, если он ему попадает. Фактически можно попасть к рассказам так, что убить одному всех. Но все-таки больше он используется как герой поддержки. В то время как у Empire как герой поддержки. Хардлайнер это Никс. Никс совсем не так хорош в драке. Цепляют веник и убивают его. Просто с двух ударов его убирает Лайфстиллер под иллюзией Титана. Хвост никак не может переагрить вышку. Переагривает. Его по-моему захилили под армлетом. Из-за этого достаточно мало хп восстановилось. У него сейчас от крипов будет отхиливаться хвост. Пошел ганг на инвокера. Ой, какой форстав от инвокера. Уходит в инвиз. Но Тосиком добирает его Тинни. Опять за Иксэ где-то встрял. Все время он оказывается в каких-то очень интересных позициях. И Макс здесь конечно его здорово нашел. Ну что, будут еще Empire бороться? Появится у них какой-то шанс? Пока что такого шанса нет. Просто в одну калитку их Power Rangers убивают. Если ВП сегодня сопротивлялись и все три игры были достаточно упорные. На самом деле в третьей игре тоже там не хватило. Хотя кажется, что много. Не так уж и много. Чуть еще по сплитпушить. Вторую игру вообще выиграли. То и в Empire пока все просто ужасно. Цепляют Титана. Застает с Таном. Тос. Много урона. Но захиливает. Тем временем убивают Никс Ассасина. Нет, Титан умрет. Титан умирает. Но начинает у Тинни, у Виспа что-то получаться. В принципе Тинни очень неплохой кэрри в лейте. Конечно, его проблема в том, что его будет очень быстро убивать Лайфстиллер. Из-за большого количества ХП. Она весьма актуальна. При этом не так много армора. То есть Лайфстиллер он гораздо хуже дерется с героями, у которых не так много ХП. Но при этом очень много армора. Чем наоборот. Но все-таки Тинни под Виспом с Агонимом может очень неплохо себя проявить. Я думаю, что релакс вообще в принципе не важно, как они побеждают и что. Потому что все-таки... Ну, давайте будем объективно. Релакс сегодня обыграли ВП. Да, это не говорит о том, что у релаксов все очень здорово. И то, что они там являются фаворитами кого-то. Это скорее говорит о том, что у Virtus.pro все сегодня было очень плохо. Если они даже не смогли обыграть релакс, пусть и действовали неплохо. То как они там будут играть с теми же Фнатиками, с теми же Нави? Это во-первых. Во-вторых, если ты опять же собираешься побеждать, то тебе не должно быть важно, кто там против тебя играет. Ты должен убивать всех. Хотя был недавно тоже случай, когда на два Champions League Фнатики с двумя заменами заняли второе место. Что, ну, обыграли самих альянсов, чемпионов мира. Но это тоже, скорее, согласитесь, это говорило о проблемах альянсов. Что уже является, по-моему, фактом, что у них проблемы. Потому что из последних всех игр они только онлайн, Speed Gaming обыграли 3.0. Там действительно действовали неплохо. На финалах StarLadder'а до финала в дело у них дошло. Но дальше просто я смотрел игры, я их все-таки пересматривал. Я просто смотрел и не понимал, что происходит. Их просто месили простейшими комбинациями. Просто видят Титана, в него врываются, убивают Титана. Все остальные убегают пешком, не спеша. О, еще один герой, еще одного забирают. И просто там Na'Vi, мне кажется, даже сами удивлялись тому, как играют альянс. Ну и опять же, как бы, правило есть правило. Я помню, раньше вообще же разрешалось, что на замене может играть любой игрок вообще. То есть, когда там доходило до смешного, когда Дэнди играет на StarLadder'е на замене против какой-то команды. Дэнди обыгрывает его, она из этого не может выйти на лан-финалы. А потом против другой команды, это команда, которая обыграла команду А, скажем, которая не вышла на лан-финалы. Играет без замен, своим полным составом, без Дэнди, ничего не может сделать. И все вообще печально. Вообще, по-хорошему, да. Если Дота будет развиваться, такого не будет. То есть, будет у нас, как, я не знаю, как в каком-нибудь NHL или там любой лиге профессиональной. Изначально есть какой-то сезон до заявок. Вот в него там ты заявляешь, сначала сезон определяешься со составом. Все, потом за тебя не может играть какой-то непонятный игрок. Ему просто никто не разрешит ни в федерации, ни... Ну, команде ни одной не будет выгодно, в любом случае. Но пока Дота от этого настолько далека. То есть, Лол в этом плане, опять же, впереди. Потому что в Лоле у них свои там минусы. Но у них есть вот эта четкая одна федерация, которой Riot заправляют. И все, и они там чуть ли не говорят, когда игрокам можно есть. В этом свои минусы есть. Это как бы, ну, ограничивает свободу игроков. Там у них один только турнир. Практически нереально туда пробиться каким-то командам. Ну, он про очень тяжело это все. И... Ну, тяжело, в общем. Так, смотрим мы на шторма. Но преимущества в этом такие, что да, там таких ситуаций нет. Там тебе никто не даст. Не успел заявить, все, играй вчетвером. Если вчетвером играть нельзя, все, сливайся. Я не понял, что это было. Зачем сюда Ван Скорп телепортировал Тинни? Просто сносить вышку или что? Ну, возможно. Звук включить. Что такое? У меня все с порядки со звуком. Ой-ой-ой. В этот момент убивают Виспа, который сюда телепортировался. И летят еще наказывать Тинни. Там зацепили Тинни. Успели. Успели сделать ТП, забирают Тинни. Лайфстиллер, анстапабл. Ну, Ван Скор, опять же, непонятную хрень сделал. Он зачем-то телепортнул Тинни, из-за этого оставил Тинни наверху, прилетел сам, потому что их уже готовились встречать. Убили Ван Скорра, при этом тут же сделали ТП на верхнюю линию и убили Тинни, который остался там без Виспа. Который очень гранатно зацепил ФНГ. Что это было за мув, я не знаю. Зачем было туда нести Тинни, когда это совершенно не было нужно. Ну, может быть и нужен, но тогда, как... Я не знаю, телепортни его с базы, чтобы он там остался. Формил спокойно линию. Короче, странно. Шторма цепляет. Лайфстиллер, судя по всему, с Эбисолом, да. Использовал Эбисол. Инвокер забирает Веномансера с Санстрайком. Боже мой, по всей карте идут у нас какие-то фраги. Тут просто от суммонов умирают. Но здесь уже очень большое преимущество. Тут уже неважно, как действует Эмпайр. Они отдали просто все, игру. Тут очень тяжело. Ни одна команда не вытащит против более-менее нормальных игроков с таким перефармом. О, Титан цепляет Тинни... О, Веспа. Тинни хочет спануть Титана. Очень долго думают, нападают на Титана, убивают. Что это такое было? Рубик. Сцепил Никса. Фейтболт. Своровал что-то. Моноберн. Ну, просто остался Титан. Очень странный один. Тоже Power Rangers не идеальный. Но у них настолько большой перевес, что, в общем-то, пока все в порядке. Плюс они могут вполне неплохо сплитпушить своим вот этим пиком с инвокером. Хоть Висп это все и наказывает, но инвокера сейчас появятся арты. Его будет еще тяжелее поймать. Какая-нибудь там БКБшка или Даггер. И просто Тинни с Веспом не смогут ему ничего сделать. Ну, пересматривать правила турниров можно, конечно. Но это, во-первых, не совсем ко мне. Ну, во-вторых, если бы вы были на месте организаторов, вы поняли, что все нужно делать своим чередом. То есть, может быть, это не совсем правильно, но пока что нужно именно так. Я считаю, что пока ничего в этом такого нет. Для данной доты. Есть International, на которой ты должен играть в основном составе. К этому все и идет. На International это запрещено. На всех остальных турнирах, ну, пусть так. Будет турнир посильнее, поинтереснее. Просто пригласят Na'Vi и все. И не будет таких вопросов. Потому что, ну, никто не позовет играть там. Ну, скажем так, если игрок релаксов будет играть в замене, это не будет выглядеть так. А даже если будет, никто ничего не скажет. Там, ну, затащил там, допустим, Дредд. Ну и что такого? Да, Пинги, наверное, опять расстроится. Он хотел турнир организовать, где будет все смотреть доту. Вокруг только под гаранги. Ну, хотя, я думаю, что к нему претензий-то никаких не было. Это все так. Раздуто немножко. Думаю, что он даже не знает об этом. Но, опять же, к нему и не может быть никаких претензий. Тут решение только одно. Ой-ой-ой, хвост прожимает, рейдж успевает, забирает Никса. Реакция Мангуста просто. Цепляют еще и... Нет, веник уходит. Выходит из стана. Сзади пытаются напасть Тинис Виспом. Но что, будет какой-то выход. У Энигмы есть блокол с Даггером и с Гемом. Что с этим делать? Змейки своровал Рубик. Понаставил здесь змей. Какой-то вообще непонятный кишмиш. Куча сумонов. Хвост сгрызает бараки. Тини уже заходит с базы. Ну и что, будут нападать? Нападать можно с инициацией Элдер Титана. Но у Титана очень мало маны. Хвост приносит себе Кирасу. Вот этого, видимо. Как раз-таки моменты и ждал. Поднимаю Тини в воздух. Ванскору нужно ультовать. Он ультует. Но ему сбивают ТП и блокол в полумёртвого Тини. Но оно того стоило. Без Тини здесь не выиграть. Да и здесь вообще не будет. Да, Хвост ползёт дальше. Убивает. И у него ещё очень много ХП. Его никак не остановить, не убить. 2-0. Никс получает стан. Рейдж от Лайфстиллера минус Никс. Викет Сик Лайфстиллер. Поздравляем Хвоста с победой в двух полуфиналах. Со счётом 2-1 в первом. Со счётом 2-0 просто разгромные во втором. Интересно посмотреть на то, что будет завтра. Потому что завтра, во-первых, играют Релакс против Пауэррэнджерс. И мы узнаем, кто оказался всё-таки на коне. Кто там будет играть. В принципе, Хвост ещё может к Релаксам заехать. Я думаю, что Рейнджеры могут уже в основном составе играть. Более того, будет завтра матч Empire Virtus.Pro. Который пройдёт-то точно без замен. И этот матч уже будет за вылет. И матч этот очень интересный. Я даже доволен, на самом деле. Что... В какой-то степени, что Империя проиграла и ВП проиграла. Ну, потому что... Либо они оба побеждают, и мы смотрим финал с ними. Либо мы смотрим матч в лузерах с ними. Этот матч тоже обещает быть очень интересным. Более того, матч Рейнджеров и Релаксов будет чуть интереснее, чем он был бы в лузерах. Тем самым, мы с вами никак этим... Ну, от этого не проиграли. Да, тут уже минус две стороны, ещё играют Имперцы. Но вы посмотрите на хвоста. У него просто шесть слотов. Он сейчас продаст Мидаску, Петтараску. И последним слотом какой-то МКБ и просто разорвёт. Хекс в Титана. Нет, ну, хорошо, Титана, допустим, убьют. Конечно, юзает Мекку, но этого явно не хватает. Тем временем, находит Виномансера, убивает Виномансера. Ой, сейчас тут, может быть, дальше у нас драка продолжится. Никс в Смоках. Один в один поменялись, у Инвокера практически готов. Аганим уходит он на всякий случай в Инвиз. Да, с первым Вексом очень медленно перемещается он в Инвизе. 234 мувспида. И Энигма собирает Аганим. Ой, не успели. Не успели застанить Резолюшена. Зато завтыкал Мак. Просто разбомбили мага, Инвокер Киллинг Спридиолайт. Опять вылетает Рубик, но тут, мне кажется, можно без Рубика доигрывать. Даже не будут паузить. Да, просто выбирают ему позицию поудобнее. Хвост сделал шоу из этого турнира? Так замечательно. Нам-то и нужно шоу. Ну, не знаю, как вам, конечно. У меня лично два таких больших интереса. Первый это все-таки болею за ВП. Второй это шоу. И сейчас становится гораздо интереснее все это смотреть. Хотя я бы, конечно, предпочел, чтобы шоу было чуть мельче, но ВП сегодня выиграли. Но, увы. Все, хвост уже ползет. Ему хочется спать там, я не знаю, или просто пойти покатать в папчик. Ну, он просто уже ползет под вышку. Начинает ее убивать Тинни. Да, Тинни, конечно, вообще... Ой-ой-ой, поднимают его в воздух. Элдер Титан, стан, отличный, можно ультить. Отличный Блэк Холл, какая комбинация. И падают все герои команды Эмпайр. Остается только Шторм. Веномансер тоже умирает. Шторм уходит домой. Это ГГ. Как шикарно сыграли опять Рубик, Элдер Титан и Энигму. Шикарная комбинация. ГГ. 2-0. Ну что ж, поздравляем Релаксов и Пауэр Рейнджерс с выходом в финал Венеров. Посмотрим завтра на битву лузеров в Virtus.pro Empire. Завтра нас ждет интереснейший день в 21.00 начало. Ну, я с вами потихоньку буду прощаться, заливать воды и прикладывать лед к пятой точке. Потому что у меня все еще бомбит от поражения ВП немножко. Надо остудиться окончательно. Ну, фанатам Эмпайра, конечно, не завидую. Потому что их-то вообще просто изничтожили 2-0. Всем спасибо, кто сегодня смотрел. Увидимся с вами завтра. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова